Здравствуйте! Так, включите звук, мы пока общаемся. Я отключила у всех звук, потому что все по-разному у нас будут входить, наверное, в конференцию. Вы у нас самая самодисциплинированная. Если вы забыли, где звук включается, да-да-да, вы меня слышите? Не слышно? Меня не слышно? В левом, в левом углу. Не слышите, да, у меня пишут, что вы меня не слышите. Странно. Вы напишите мне. Напишите в чат. Помогите. Продолжение следует. ... ... ... ... но у меня стоит что вы включить звук всем разрешено разрешить участников включить свой звук как же как же быть так а сейчас слышно олеся у нас тут проблемы со звуком ты меня слышишь да слышу а вот у меня участница елена тут она меня не слышит ты не знаешь что сделать ей нужно микрофон включить она не может его найти слева внизу смотря с чего она заходит с компьютера или с телефона но в любом случае слева внизу ну вот я и тоже показываю на левый угол она прям не видит не слышит может написать звук включается включается внизу и ну ты меня прекрасно до слушаешь слышишь и да очень хорошо да 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 хорошо у нас пока одна участница вот она вышла наверное перезагрузиться хочет так запись я включила я уже веду запись пока никого нету так ну ты нашли так теперь вы не видите наверное презентацию я не вижу зато я вижу вас тоже неплохо согласитесь сейчас мы что-то дальше сделаем заново так простите за мой все нормально все такие все хорошо ты мы главное идем вперед да 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 все все остальное то отключить это помню с прошлой презентации да вот сейчас видно не видно наверное все видно и власть и видно презентацию так презентацию видно да презентацию сейчас мы на это Ее сделаем на... И мой компьютер, наверное, да, видно? Да, все видно. Все видно. Тыкаемся, тыкся. А, вот так. Теперь видно презентацию? Отлично. Все видно хорошо. У нас еще и новые участники подошли. Вот, как раз мы разобрались, запись включили. Участников дождались. Можно начинать. Значит, у нас сегодня тема вода. Разберем тему воды. Что у нас будет в этой презентации? Значит, мы обсудим с вами важную роль воды. Какие функции воды в организме человека? Вода играет важные функции воды. Чем опасно недостаточное употребление воды? Ну, я так посмотрела. В принципе, в нашей группе все очень даже хорошо пьют воду. Потому что я пыталась запустить челлендж по стаканчику воды в день, и никто как-то не отреагировал. Значит, я так поняла, что все пьют. И не надо на это обращать внимание. Присутствующие пьют, наверное. Я думаю, что присутствующие, потому что вы уже опытные участники. Вы уже не первый раз, да, в этом проекте? Не-не, я первый раз у вас, но я просто давно пью воду. Так получилось, что пришлось научиться пить воду. Ну, это правильно. Это на самом деле правильно, потому что нас никто не учил. И надо уже в любом возрасте себя приучать к этому. Дальше мы с вами обсудим, сколько воды нужно пить и какую воду лучше пить. И ограничение в употреблении жидкости, и как научить себя пить воду. Так, теперь давайте я вас попрошу отключить микрофоны, потому что я буду рассказывать, и чтобы не отвлекаться, чтобы нам хватило времени, да. Лидия Ивановна, вы тоже отключайтесь. И чтобы не было лишних звуков, отвлекающих меня и ваше внимание, давайте отключим у всех микрофончики. Так, пошли дальше. Роль воды в нашем организме, ну, понимаете, да, что мы на 70% состоим из воды. Ну, по некоторым источникам вообще на 80%, да, это надо понимать, что вода – это не только наша кровь, но и наша желчь, и все наши главные органы в организме, они состоят на большой процент из воды. То есть, например, да, вот как на этом слайде видно, что наш мозг состоит на 83% из воды, почки – 83%, легкие – 85%, глаза – а глаза – это практически все из воды. Сердце также 75%, мышцы – 75%. И на самом деле, если вдуматься, то мы просто сплошная какая-то колба, да, которая состоит из воды. И при этом, при этом мы еще и не пьем эту воду, да, то есть у нас нету потребности, ну, то есть вот этого взаимодействия. Выпили, сходили в туалет. То есть у нас не хватает, вообще у населения такая проблема, у нас не хватает воды, это очень большая проблема. И расскажу немножко о функциях воды, да, то есть помогает усваивать пищевые вещества, макро- и микроэлементы, снижает вязкость крови, улучшает реологические свойства крови, да. Что это такое, да, то есть на самом деле, это кровь разжижает, вернее, вода разжижает кровь. Кровь, она должна у нас не просто тягучесть, течь по организму, да, так тягучая, она должна у нас, можно сказать, клиться, да, то есть она не должна быть вязкой. Вот, то есть вода снижает вязкость крови, улучшает ее свойства, тем самым помогает сердцу, да, с сердцу работать хорошо. Если кровь будет вязкой, то наше сердце будет тяжелее выполнять свою функцию, и этот орган может изнашиваться быстрее. Так, увлажняющая функция воды. Наше дыхание – увлажнение кислородом для нашего процесса жизнедеятельности, то есть вы, если посмотрим, да, у нас легкие состоят на, где у нас тут легкие, на 85% и из воды. То есть кислороду нужна вода для химических реакций. Дальше идет функция терморегулирующая, да. Это что значит? То есть мы все прекрасно понимаем, что когда мы выходим на солнышко, у нас может случиться тепловой удар. Вы знаете, что когда, например, мы находимся в холодной зоне, да, вот, например, зимой, когда снег, воды нужно потреблять там, ну, так, примерно полтора-два литра. Когда мы только выезжаем в теплые страны, к морю, воды, конечно, надо потреблять в разы больше, ну, хотя бы на литр больше, потому что, ну, мы потеем, вода уходит, организм обезвоживается и тому подобное. То есть об этом тоже нельзя забывать. Конечно, воды и хочется пить больше, но на самом деле некоторые, как в холодное время они пьют воду, так, приезжая на юг, тоже ограничивают себя в этом. Вот, поэтому, чтобы не случился тепловой удар, пожалуйста, пейте побольше воды в теплых странах. У нас собралось много путешественников, я так поняла, ездят по разным странам. Дальше, вода участвует во всех обменных процессах, во всех биохимических реакциях вашего организма. Также она очень нам нужна при детоксикации, да, нашей детоксикации, это когда наша печень выводит токсины, да, то есть вот мы немножко затронули эту тему, когда ночью у нас начинает работать наша печень, и вот для всех процессов детоксикации очень нужна печень и вода. Так, ну она понятное дело и нужна нам для выделительной функции, то есть когда вода поучаствовала во всех биохимических процессах организма, она выходит и с потом, со слезами, с мочой из организма, и тем самым она выводит все ненужные организму вещества, все токсины и все остальное. То есть вода, в принципе, она служит не только, не дает нам как бы как яблочку засохнуть, да, который мы сорвали яблоко, вот представьте, да, и положили его на солнышко, что с ним становится? Оно засыхает, да, так же и наши кожи, наши внутренние органы. Об этом тоже нельзя забывать, что воды нужно много, да. Вот. Чем опасно недостаточное употребление воды, дефицит воды в организме, да. Нарушение водно-солевого обмена, что может спровоцировать камнеобразование в почках. Если мы положим, например, да, так, ну, почки, это понятно, также с ним снижается количество синавиальной жидкости. Синавиальная жидкость, это, это межсуставная жидкость, позволяет поддерживать физическую активность на протяжении жизненного цикла. То есть, вот, чтобы вот эту вот синавиальную жидкость нам не потерять с возрастом, нам, помимо физических упражнений, да, чтобы она у нас не усыхала, эта жидкость, и ее надо еще поддерживать водой, да, чтобы она у нас там образовывалась, чтобы у нас все суставы, все, как бы, вот эти вот, да, связки наши суставные работали хорошо. Поэтому даже для этого нам нужна вода. Так, увеличение вязкости крови, да, об этом я тоже уже говорила, что кровь не должна быть вязкой, то есть она у нас не должна ползти, а должна бегать по организму. Для этого, конечно, нам нужно много воды. Дальше организм будет прилагать сверхусилия для смачивания пищевого комка. Вот мы всегда говорим, что еду нельзя запивать. Понимаете? То есть вот, например, мы съели, и мы можем, если у нас какой-то ком образовался, да, сухую еду мы съели, например, там рис какой-нибудь, да, такой вот, кита какая-то, который требует воды. Многие же как делают? Просто пьют чай во время еды или ставят стакан воды и запивают. У меня вот, например, дедушка был, он просто суп запивал водой. Ну вот у него была такая привычка с детства на самом деле, но это неправильно, как бы он все запивал, вот он считал, что все надо запивать. Нет, если у вас какой-то ком, мы делаем пару глоточков, чтобы он легче прошел, да, у нас по нашему ЖКТ, но нельзя никогда запивать, то есть, ну, разбавлять еду водой, то есть мы должны поесть, потом у нас идет час-полтора, и мы начинаем пить воду. Там вот берем стаканчик, да, и глоточками, глоточками начинаем пить воду. Вот, нельзя это тоже смешивать и уходить от этой привычки. Надо уходить от привычки пить, записывать, запивать еду. Вот, чем опасна потеря воды для человека? Нет ни одной функции в нашем организме, в которой не было бы задействовано воды. Вот, ну, мы прошли функции, да, практически по всему нашему тракту, да, по все наши органы, кровь переносит, да, чтобы она хорошо работала, все нуждается в воде. Поэтому даже вот глядя, ну, вот с этих трех слов, да, которые мы только вот об этом обсудили, мы можем понимать, насколько важна нам вода в организме. И когда говорят люди, что я там, мне не надо пить воду, мне достаточно одного стакана, это недостаточно, на самом деле, одного стакана. Я не привыкла пить воду. Надо себя научить пить воду, понимаете? Кстати, вот, Елена, я хотела у вас спросить, как у вас с вашим вождением? Вы кушаете, пьете? Нет, пью я много, пью много, да, 2,8, 2,7, когда даже и больше. А вот по поводу... Больше трех нельзя. С вождением тоже все отлично, с вождением отлично, все хорошо. А вот по поводу еды, у еды у меня вот вчера был зажор. Такой зажор был. Но вы, главное, эти зажоры не отпускайте. Зажоры у вас из-за того, что вы вот, может быть, на вождение там не поели? Большой промежуток между вот этому одной борщикой... Да, мы уже все разобрались, я поняла свою ошибку, теперь я не беру бананы, апельсины, мандарины, я беру... Поплотнее, плотнее берите что-нибудь. Да, что-то плотнее. И сижу, и жую, пусть на меня смотрят, как хотят. Вот, молодец, как я просто... И вот и все. И никто на вас не смотрит по большому-то счету. Нет, все смотрят, потому что вкусно же. Ну вот, так, значит, чем грозит нам потеря воды? 2% воды наступает жажда, да? Жажду уже мы хотим, когда... Пить хотим, когда уже у нас уходит 2%. До 10% воды может грозить нарушением сознания, то есть у вас может уже кружиться голова, помутнение сознания и так далее. Уже свыше 10% недостаточной влаги в организме грозит спутанностью, сознанием, нарушением, разными другими нарушениями сердечно-сосудистой деятельности. Более 15% может привести к летальному исходу, то есть мы от обезвоживания даже можем умереть. Вот, поэтому обязательно пьем воду. Сколько воды вообще в принципе нам нужно пить? Ну, тут всегда такой странный вопрос, и в разных источниках всегда говорят, от 20 до 40 миллилитров воды на вес наш. В каких-то, я читала, источниках, то есть мы не пьем больше трех литров, ну, потому что на самом деле много воды тоже сильно нагружать почки и все и другие органы тоже не следует, да. То есть вот если мы, например, берем массу тела 60 килограмм, возьмем среднее значение там 35, вот как вот, да, здесь мы рассчитываем, да, и у нас получается 2 литра 100 миллилитров жидкости в сутки. Это в принципе, вот как мы всегда советуем, от полутора до двух, чтобы вот себе не рассчитывать специально там 30-40 миллилитров. ну, вообще, еще где-то я встречала 8 стаканов, 8 стаканов, стаканы тоже бывают разные, вот у меня, например, в стакане не 250, а 300 миллилитров воды, да, то есть чашки, многие чашками меряют, в чашке тоже надо знать, сколько там воды, ну, в общем, надо как бы в голове себе держать, что пить надо много, но не больше трех литров, например, да, и потом, потом я где-то встречала тоже, по-моему, в нашей группе, что пьют, например, берут пол-литра воды и по пол-литра три раза или там четыре раза в день прям выпивают эту бутылку. Кстати, это очень такая распространенная ошибка, это вот молодые девочки тоже так берут и вот и сразу по пол-литра выпивают. Это тоже неправильно, потому что воду надо распределять вот хотя бы по 200 миллиграмм, там, по 200-250 миллиграмм в день, чтобы она поступала регулярно, да, если мы много выпиваем, то, понятно, она у нас проходит транзитом, что-то как бы откладывается, но если мы большое количество воды сразу выпьем, вот поверьте мне, мы сразу через 10 минут захотим побежать в туалет, да, то есть она у нас просто пролетает. Если мы выпиваем небольшими глотками, например, там чашку воды ставим перед собой или где-то мы едем, делаем глоточки, и эта вода, она у нас даже, ну, как бы лучше усваивается, лучше распределяется по всем органам, да, проходит по крови, то есть у нее есть время, чтобы впитаться в органы, чтобы им насытить органы, понимаете, а когда мы пьем сразу залпом, и она у нас проходит, можно сказать, незамеченной. Вот. Значит, еще я хотела вам сказать, что вода, вода, вот лучше пить, конечно, воду обычную, без газа, какую-нибудь фильтрованную, да, ставить там, купить какой-то фильтр или там поставить на систему фильтр, или вот сейчас бутылированные большие бутылки есть покупать. Я, кстати, вот в нашей семье мы покупаем большие бутылки по 19 литров и храним их на балконе, вот, и ставим, и у нас вот постоянно дети, мы чайник, там, суп я варю на этой воде, кто-то просто очищает воду, но если посмотреть разные исследования, да, то при термообработке молекулы воды меняет свою структуру, поэтому рекомендовано не кипяченую именно воду пить, а воду фильтрованную, чистую, очищенную, родниковую и так далее, да, бутылированная, вот смотрите, тут тоже есть разница, бутылированная, тут есть такая, как бы, соприкосновение с, площадь соприкосновения с пластмассой, да, хоть и даже говорят, что там 10 минут нам осталось с вами, но если что, мы зайдем еще разок, ладно, вот, и в общем площадь соприкосновения с пластмассой должна быть максимально увеличена, должна быть большая, то есть, например, бутылочка воды, маленькая, пластмассовая, она вреднее, чем вот я закупаю 19-литровые бутылки, потому что у меня будет 19-литровая бутылка, площадь соприкосновения воды с пластмассой, да, а любая пластмасса, даже она, пищевая пластмасса, дает нам какой-то все равно токсиновый организм, вы должны это как бы понимать для себя, да, вот, то есть, естественно, хранение воды лучше в стекле, но это у нас такой возможности, согласитесь, нету, или мы ее сразу фильтруем, да, там, из крана пьем фильтрованную и не храним, но вот, вот даже в этом есть такой маленький затык, и потом еще, знаете, когда воду нельзя в бутылках хранить на солнце, потому что идет при нагревании воды в пластмассовой бутылке идет выделение большого количества токсинов в эту воду, вот тоже обращайте, пожалуйста, на это внимание, то есть, не ставьте вашу бутылку на солнце, я вот к этому вас призываю, так, ну ладно, мы отошли от главных наших тем, так, какую воду лучше пить, кипяченая, сырая вода, вот, вот, кстати, я об этом уже забежала вперед и рассказала, использование фильтров, да, покупайте бутылированную в емкости, посмотрите на этот слайд и почитайте так глазками пробежите и еще насчет, у нас еще может быть будет такая тема, как минеральные воды, да, но я забегу вперед и это отдельная тема, минеральная бутылированная вода, она бывает разная, да, больше содержания минералов, лечебная, столовая и тому подобное, вот, если вы хотите себе дополнительно источники минералов, минералов себе, да, в организм, поступление минералов в организм обеспечить, вы можете вот из, грубо говоря, восьми стаканов выпивать, например, два стакана минеральной воды, да, не надо пить много, некоторые покупают себе там по литру, по полтора и за день это выпивают, это вообще-то вот такая минеральная вода, она считается лечебной, если у нее не написано столовая вода, где намного ниже содержание минералов, нам перенасыщение минералами тоже не надо допускать, то есть это тоже плохо, это лишняя нагрузка на организм, поэтому, если вы хотите немножко насытить, да, организм, выпивайте один или два стакана комнатной температуры и обязательно выпустить оттуда газы, то есть если вы берете бутылочку, мешаете, ставите и выпиваете этот стаканчик минут через пять, большое количество это когда мы лечимся, например, ну там когда нам гастроэнтеролог прописывает лечебные воды, так, ограничение в употреблении жидкости, когда это допускается, во время приема пищи очень твердую плотную еду рекомендуется запивать небольшими глотками теплой воды, небольшими, об этом я сказала, через через час-полтора после еды можно пить воду в том количестве, как нам хочется, то есть это мы тоже с вами вначале проговорили, да, что мы кушаем и не совмещаем ни чай, ни кофе, ни воду пьем, если комок твердый, мы просто делаем пару глоточков воды и уже через час-через полтора мы выпиваем свой стакан воды или что мы там хотим но еще вот например чай даже без сахара он не считается водой то есть в некоторых источниках он пишет можно чай, кофе, воду и даже там бульон какой-то степень где-то я читала что можно это как воду считать как жидкость в организм на самом деле нет даже в том же самом чай 6 калорий а чтобы обработать эти 6 калорий организму нужно потратить энергию поэтому можно конечно считать чай но сами понимаете что это будет ошибочно чай из завода принимать или кофе из завода в кофе тоже есть калория тут подход совсем другой вода это вода бескалорийная а то что с калориями это уже считается еда если человек здоров и нет никаких противопоказаний то ограничения в приемной воды перед сном нет нет вот с этим я честно говоря не очень согласна с этим пунктом конференцию вот эту вот презентацию не делала не я делала вот но на самом деле воду опять-таки воду на ночь можно попить но опять небольшом количестве да то есть вы можете сделать пару глотков но мы не мы не должны наш организм загружать на ночь тут какой подход должен быть да то есть вы понимаете что организму ночью надо отдыхать и вот то что мы с вами Елена обсуждали в чате сегодня что там творожок на ночь перед сном за часик или кефирчик и стаканчик как мы все привыкли нам об этом даже говорили что Владимир Владимирович Путин так делает я где-то читала с детства такое с детства с детства с детства да с детства вот понимаете вы в этой группе должны немножко менять свои стереотипы потому что с детства это было когда а наука движется вперед понимаете поэтому подходы меняются то что нам говорили в детстве не всегда правильно а привычка это осталось поэтому бороться с привычками очень сложно но нужно понимаете вот поэтому на ночь мы не пьем и не едим если уж очень хочется да и не заснуть ну съешьте вы что-нибудь конечно лучше конечно не фрукт а лучше какой-нибудь длинный углеводик вот и фрукт потому что это тоже мы любим есть фрукты на ночь да но это вызывает гликемический взрыв вернее неправильно сказала то есть это на инсулин наш влияет потому что фруктоза она напрямую идет действует на инсулин да вот и идет у нас повышение инсулина то есть поймите что фрукт два фрукта как теннисный мячик у нас допускается в день не больше я вот своей маме ей 75 лет я всегда объясняю она говорит сейчас идет хурма я ее так люблю я покупаю килограмм и съедаю за день я говорю мам ты обалдела я говорю это нельзя делать ну нельзя а я ее так люблю а ее потом не будет ну что если даже с родной мамой я не могу справиться замораживать замораживать так ну насчет вы поняли да что на ночь мы стараемся не есть если конечно чувство голода не дает нам заснуть мы что-нибудь перекусываем насчет воды вы тоже понимаете да что вода это нагрузка на почки мы будем бегать в туалет мы опять будем спать не так как мы хотели и тут уже идет плохая выработка мелоконина и вся вот эта история что пить на ночь лучше не пить так в случае заболеваний сердца сосудов почек либо есть индивидуальные особенности здоровья необходимо получать индивидуальные рекомендации у врача это этот пункт говорит о том что если у вас какие-то проблемы с теми же почками вы же понимаете что у вас тогда не общие нормы воды а у вас идет индивидуальный подсчет воды который вам говорит ваш лечащий врач и все вот эти общие нормы конечно не относятся к заболеваниям какого-то определенного типа потому что каждое заболевание естественно требует там увеличения воды или уменьшения воды чтобы снизить какие-то нагрузки это мы об этом тоже не забываем мы не свято верим мы всегда включаем мозг как научить себя пить воду пить воду нам нужно в принципе обязательно научить себя даже если мы не умеем если даже мы пьем только один стакан воды и целый день мы пьем чай кофе с булочками это все наши неправильные привычки так девочки у нас сейчас идет отключение да потому что у меня тут стоит бесплатная версия только на полчаса по моему конференция рассчитана давайте все перезагрузимся я предлагаю продолжить но только сейчас автоматом нас вырубит из зума давайте еще раз перезагрузимся слышно меня слышно слышно отлично вот у кого там осталось интерес вопросы давайте перезайдем еще не отключили ну просто я боюсь что на пол слова отключат и это будет не очень можно завершить просто самую конференцию и все и нас всех отключат